Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Марина Вячеславовна Горожанова, первый заместитель министра культуры Рязанской области. И мы поговорим о программе мероприятий, которые запланированы в нашем городе и области и посвящены будут празднованию дня рождения великого земляка, поэта Сергея Есенина. Здравствуйте, Марина Вячеславовна! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители! День рождения у Сергея Есенина 3 октября, но это понедельник, и поэтому основные торжества, которые можно посетить людям, пройдут на родине поэта 1 октября в субботу. Можно приоткрыть завесу тайны и проанонсировать? Никакой тайны здесь нет, мы всегда рады гостям. И, естественно, праздник, основной всероссийский есенинский праздник поэзии у нас происходит в выходные дни, в субботу, в субботнее время. И мы все с удовольствием ждем наших рязанцев, гостей города, области. Всегда к Сергею Есенину собирается очень много посетителей, потому что поэзию Есенина любят. Он у нас один из самых читаемых поэтов в России. И, естественно, за рубежом он тоже хорошо знаком, его поэзия. Начнем с того, что за мероприятия будут в Константиново. Ну, праздник обещает быть интересным, как всегда. Устроители праздника постарались. Восемь интересных площадок. Ну, встречает нас, естественно, Константиновская ярмарка, где представлены народные промыслы, яркие сувениры. Там и карусель, и скоморохи, и свободный микрофон. Почему поставили свободный микрофон? Потому что желающих читать поэзию Есенина и свое, в том числе, много. Он никогда у нас микрофон не умолкает. Всегда есть желающие подходить и прочитать поэзию Сергея Александровича Есенина. То есть всем желающим излить свою душу и поздравить таким образом на родине Сергея Есенина в атмосфере можно прочесть свое любимое стихотворение. Можно даже исполнить песни на его стихи. Это все не воспрещается. Для этого все предоставлено, все возможности. Но, несомненно, у нас одни из ключевых мероприятий это возложение цветов к памятнику Есенина. Там тоже будут звучать стихи и музыка. Встречать будут гостей в Константиново наш замечательный ансамбль «Радуница» с песенной, который исполняет весь репертуар. В них построена поэзия Есенина. Для желающих в экспозициях представлены анимационные и интерактивные программы. Тоже будет очень интересно, потому что гостей в домике Есенина будет встречать родители. Можно будет понаблюдать за действием. То, что происходило в быту, в доме каждого, наверное, жителя этого села Константинова. Ну, естественно, мы рады и встрече в доме священника Смирнова. Там у нас будет Рязанский камерный хор с концертной программой. И будет организована интересная выставка, которую мы тоже всех приглашаем посетить и посмотреть. На усадьбе Кашины там у нас организована поэтическая площадка для профессиональных поэтов. И творчество профессиональных поэтов мы будем принимать в гостях у Лидии Иваны Кашиной. Там будет у нас хозяйка этого дома. Она всегда рада гостям, она их поприветствует, пригласит в свою гостиную. И на веранде будет звучать так же поэзия, как и Есенина, в том числе и сочинений наших рязанских авторов и гостей, которые приедут, профессиональных поэтов, которые приедут на этот праздник. Такой литературный салон получится, да? Стилизованный? Да, в некотором роде это стилизованный. Литературный салон в гостях у Лидии Иваны Кашиной. Ну и в экспозиции тоже продуманы все интересные программы интерактивные. Это тоже будет занимательно, ярко, увлекательно. Вообще праздник Есенинский – это семейный праздник. И всегда с удовольствием ждем детей вместе с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками, потому что для детишек тоже предусмотрены разные интересные программы. Можно поиграть в игры XIX века, окунуться в ту атмосферу, периода конца XIX века, начала XX века, и понять, как же бабушки наши, прабабушки, прадедушки играли, чем занимались, какие у них были увлечения. Это все будет предусмотрено на большой площадке перед школой. Зимской школой, да. Это все мероприятия мы обозначили. Это не все мы мероприятия обозначили. У нас есть еще малая музыкальная площадка концертная, на которой выступят замечательные наши коллективы. Квартир «Мама Джаз» и группа «Филинс» с есенинской тематикой. Также будет звучать музыка в их исполнении. А на большой концертной площадке – это основное торжество. Встречать нас будет рязанский хор. Также будет звучать поэзия есенинского исполнения наших профессиональных поэтов. Будет проходить церемония награждения победителей Всероссийского есенинского конкурса поэзии. Ну и, несомненно, кульминацией этого праздника станет концерт Евгения Дятлова. То есть он пройдет на открытой площадке? Он на открытой площадке. Ксеноптики нам обещают хорошую погоду. Мы рады этому событию, что у нас будет солнце светить в такие есенинские осенние дни. Золотая осень. Действительно, пейзажи в Константиново просто прекрасные. Когда буйство красок нас радует. И тем более звучит и поэзия, и музыка, и песни. Естественно, на площадке, на территории всего музея-заповедника будет звучать музыка. И музыка, и гармонь, и балалайка, и исполнение народных песен. Это все будет интересно, весело. То есть создавать замечательное такое настроение, которое всегда радует нас всех в выходные дни. Программа очень насыщенная. И наверняка масса резонансов. Я знаю, что горожане любят этот праздник и приезжают на него. Не у всех есть возможность, допустим, личным транспортом воспользоваться. Каким образом будет организована доставка? К месту праздника и как можно будет покинуть Константиново? Мы это тоже предусмотрели. Поэтому будет организован дополнительный транспорт. С центрального вокзала с перерывом в полчаса с 8.30 до 11.00 будут направляться автобусы на праздник в село Константиново. И с такой же периодичностью в 30 минут с часа до 17.00, с 13.00 до 17.00 будет отправляться уже в обратную сторону, в город Рязань. И обозначим, во сколько начнется праздник и во сколько он предполагается, что закончится? Ну, всех гостей мы ждем к 10.00, потому что именно в 10.00 уже начнется работа ярмарки. Будет и свободный микрофон, и там каруселька, и можно будет заниматься играми. Это все уже начинается в 10.00. Ну, уж по желанию, конечно, у нас концертная программа с Евгением Дятловым начнется приблизительно где-то около двух часов, на полтора часа рассчитана. Это вот окончание. Но в Константиново можно остаться и после праздника, погулять по высокому берегу Айки, посмотреть на эти замечательные просторы, просто побродить по улочкам, посетить музейные экспозиции, окунуться в эту атмосферу есенинского праздника, есенинской поэзии и жизни русской деревни. И вспомнить свои любимые строки. Действительно, да. Для каждого свои интимные и личные. А на этом, насколько я понимаю, торжества не закончатся. То есть кульминацией станет 1 октября, но до 3 октября будут еще мероприятия. Правильно? Несомненно. 3 октября, это традиционно, в день рождения Сергея Есенина, на набережной реки Трубеж в 10 часов состоится поэтический митинг. Он ежегодный. И там мы с удовольствием ждем всех, и профессиональных поэтов, и непрофессиональных, и школьников, и детей, и взрослых. Все желающие окунуться, опять вновь вспомнить, прослушать поэтические строки, мы всегда ждем и рады на этом поэтическом митинге. А что под собой предполагает этот поэтический митинг? Снова свободный микрофон? Он не совсем свободный. Здесь уже все-таки организовано, но звучит поэзия в исполнении наших профессиональных поэтов. Это и поэзия собственного сочинения, и, возможно, стихи уже Есенина, или посвящение Есенину. Ну, несомненно, официальная часть там тоже будет присутствовать. Еще знаменитому поэту посвящены многие фестивали различного характера в нашей регионе. Часто проводятся и музыкальные, и поэтические, и литературные фестивали. В этом году чего ожидать тем, кто хочет представить свое творчество на суд зрителя? Ну, надо сказать, что Есенинские дни, они начинаются в начале сентября, и уже два фестиваля состоялись. Художественные, по сеням шепчут листья, и поэтические. У нас фестивали были, приезжали много из регионов, из других регионов участников. Интересно все проходили мероприятия, звучала поэзия Есенина, и были награждены победители. Это все уже было. Но впереди у нас еще два таких серьезных фестиваля, это музыкальные и театральные. Будут проходить 8 октября и 15 октября. Мы надеемся, что после нашей беседы каждый телезритель найдет для себя занятия в эти замечательные есенинские дни и почтит память великого земляка. У нас в студии была Марина Вячеславовна Горожанова, первый заместитель министра культуры Рязанской области. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин